счастье счастье много счастья посылаю крепкого сильного уверенного посылает всем кто нуждается и сегодня знаете такое сделаем такое видео болталка поддержал к поддержим поддержим что поддержит настроение тонус поддержим тонус да не пустить страх к себе не пустить страх страх тебя заблокирует не пустить ненависть да вы представляете ненависть с тобой будет ты будешь ходить и вот эту ненависть пестовать обслуживать в общем посылаю всем счастье смотрите нам написала ник такой игорь медианик елизавета здравствуйте я только подписалась на ваш канал и смотрю ваши видео с большим с волшебным упражнением где вы разрешили задавать вопросы пожалуйста скажите как делать поднятие рук если болят плечи и и долго для меня сложно делать через бой делать я очень полная 110 килограмм при росте метр шестьдесят буду благодарна за ответ но умница елизавета что вы написали такой вопрос умница до 110 килограмм это много и руки держать даже если плечи не болят при весе 160 студии 110 килограмм тяжело поэтому смотрите смотрите расскажу вам и многих у кого есть лишний вес я начала делать упражнение только тогда когда я похудела по не могла вот в том весе я похудела на 20 килограмм до до того тоже у меня не был большой вес но был вес у меня 74 75 килограмм почти 76 подходил вот так и мне было очень невозможно делать от того мало того что плечо болит и плюс еще конечно же вес поэтому елизавета что могу вам порекомендовать из просто из своего опыта вы конечно сами решайте как вам делать но прежде помогите своему организму избавиться от этих килограмм потому что при таком наборе веса конечно вы и одной минуты конечно вы одной минуты не можете вы ничего не можете это тяжело поднимать поэтому если у вас получится не торопитесь посмотрите у меня есть очень большое видео как я похудела при этом я оставила все продукты я не хочу в этом видео повторяться если хотите найдите как но у меня есть плейлист там написано у все о диете как я похудела я рассказываю этот свой метод как я похудела медленно спокойно вам тоже возьмете себе какой-то большой отрезок времени потихоньку начинайте и если вы хотя бы половина сбросите уже потом вы сможете начинать делать это упражнение а так сложного сложно вам делать ну вот подумайте если пока не получается вес то я бы вам и не рекомендовала начинать пока делать это упражнение у вас не получится это действительно очень тяжело поэтому подумайте может быть все таки сначала хотя бы половина сбросить начать делать упражнения или следующую половину ну если вы это услышите если вам это как говорится сядет сядет в голову то вот порекомендую дую вам так кто-то еще пишет как заказать палку на amazon не надо никакую палку заказывать на amazon у меня палка я открутила палку от от веника или от швабра чки какая-то там была у меня я ее открутила и вот эта палочка нигде заказывать не надо идите в любой магазин на и строительные купите веник такой может быть на палке всю эту палочку в себе приспособить и так что я говорю с этим упражнением ничего не надо вещи покупать никакие не надо оборудование покупать никакие не надо за спортивный зал платить никакой не надо время специально выбрать не надо есть пять минут встал на пять минут есть 30 минут поставил какое-то видео смотришь вот даже мои видео очень многие говорят за на смотрю ваши видео а сама стою с руками так что не надо никакой ни на какой amazon никакую специальную палку гимнастическую ничего даже даже нет самая обыкновенная простая вот это вот палка которая есть веник или швабра ну что мои хорошие немножко почитаем еще видите у нас какое сегодня солнышко но вы себе не представляете нам занесло занесло вот было бы было немножко теплая температура немножко подтаяла а потом как начался снег и снег и снег и снег и сейчас по самые по самые снег внизу лед сверху очень много снега и держится холодная температура держится пока еще держится ну до минус 20 минус 16 минус 19 минус 21 вот такая погода у нас держится а солнышко как будто как будто да кстати сейчас вам покажу цветы которые цветы они еще в теме но я их сегодня уже хочу сейчас я я сейчас вам их покажу я хочу сегодня эти цветы кто загадывал желание давайте мы сегодня еще так такой последний попросим эти цветы про желание и я вам сейчас их покажу потому что хочу сегодня их уже убирать сейчас я их принесу она еще сегодня не буду их убрасывать да посмотрите какая прелесть наверное еще оставлю я их купила ну наверно 8 8 наверное февраля сегодня 20 26 вы представляете как стоят нет они точно не хотят уходить кто-то мне написал роза на они уже сделали свое дело они уже исполнили желание ой 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 хоть очки одевай дома такое свой как приятно сразу глаза расслабились ну потому что солнышко потому что солнышко что мои хорошее так сегодня с вами вышло чтобы именно поддержать такую общую немножко такая обстановка знаете в целом в целом обстановка даже по всем по миру какой-то немножко есть и что-то в воздухе такое впитает на ну есть какая-то вот поэтому вышла вас с вами увидится так чуть-чуть поболтать немножко поддержать друг друга вот оленька мне пишет оля демидова пишет роза на хочу спросить у вас почему ваша мама назвала вас роза она очень хотелось бы услышать историю вашего красивого имени до этого имени есть история но когда-нибудь вам расскажу да это у этого имени есть своя история когда-нибудь расскажу вам оленька обязательно расскажу ой ой прям сижу в очках эти этим очкам очень 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 много лет очень много лет и моды менялись и и формы менялись у очков и каких только еще но вот эти мои самые любимые это мои самые любимые очки томи и томи напишет ваши платья поднимают настроение вы мотивируете нас на творческое рукоделие благодарю вас спасибо моя хорошая я сама вам говорю я сама от себя не ожидала не ожидала что я вот смогу вы представите мало того что ну вот какие-то придумки такие дизайнерские действительно очень и индивидуальные так еще что сама что буду их видеть это шить даже не думала что у меня вообще такой есть такая способность эти как мы себя чем старше то раскрываешь я помню я помню он я в жизни никогда маму не видела чтобы мама вязала я такого не видела ну и у нее никогда не было времени да у нас семья было не было времени но мама была модница мама была она была модница мама хотела в шляпках очень хорошо маму помню но и они же были уже у меня мои родители и возрасте уже были им было папе за 40 маме 40 я их так запомнила в таком зрелом уже возрасте я помню мама носила дома халат и халат был павлины ну наверное китайский наверное китайский такой был халат с какими-то очень красивыми рукавами и эти павлины по всему халату и мама всегда была с маникюром несмотря на то что мы жили в своем доме и нужно было топить печки дрова но вода у нас была тогда еще ну вот когда я маленькая была конечно не всю жизнь но когда вот я маленькая была просто вот мама такой помним когда вот мама вы по дому ходила дома было всегда вкусно пахло вкусно и мама была красивая тоже всегда была красивая никогда в жизни не скажешь что она только что топила печку вытащила залу дрова носила занесла уголь папа часто бывал в командировке поэтому в основном все доставалось маме конечно же конечно же ну что мои хорошие еще ну вот тоже пишет ник такой только что вот такой ник только что за на здравствуйте вы в своих видео порой упоминайте свою маму расскажите пожалуйста про вашу маму что какие качества какие человеческие качества принципы черты характера помогли ей дожить долгую насыщенную и скорее всего непростую жизнь буду очень благодарна с уважением татьяна да представляете на ее поколение спасибо татьяна за такой чудесный такой вопрос чудесный смотрите на поколение вот я буду говорить на примере своей мамы и вы вспомните о своих родителях на протяжении всего времени кстати сколько прошло 7 пережить я помню моя мама говорила моя мама родилась в двадцать третьем году она говорила я жила одну неделю летом сколько-то я жила еще еще при ленине еще при ленине цветок смеялась говорила такая такая тяжелая тяжелую войну и мама моя всю войну прошла все пять лет все пять лет и парад планет очень мало говорила про это очень была сдержана в воспоминаниях своих но она рассказывала что она была на параде в москве когда сжигали знамена вот она на этом параде присутствовала и очень сдержана и мало по жизни про это рассказывала конечно же конечно же те эпизоды которые рассказывала они они до сих пор в моей памяти и во время войны там наверное в самый разгар сорок третьем году мама заболела тифом и в медицинский состав вот где где медицинский сейчас может быть я какие-то неправильно скажу там выражение потому что я уже и не помню но саму суть понимаю что вот какой-то состав медицинский и и туда отправили и у нее было 40 температура 40 она просто трупом лежала и ее вагон отсоединили где в вагоне остались только трупы и она туда как труп его отсоединили вагон поехал дальше а должны были их там в общем выгрузить и в общую там могилу и похороните и она говорит когда с какого-то места с какого-то поселения где оставили этот этот вагон когда открыли дверь не двери от первого вот эти вот открыли они такие разводные были вот когда открыли все трупы и мама говорит и я сижу а я сижу ничего не понимаю ничего где я кто я что я я сижу и вот таким образом очень сильно переболела вот такой вот таким тифом и представляете ну конечно рассказывала про голод про то про то про то мало говорю очень сдержанно мало рассказывала но когда закончилась война моя мама родила пятерых детей вот понимаете о чем казалось бы такую тяжелую войну пройти голод холод такую болезнь пятерых детей 96 лет прожила ну вот так немножко могу рассказать про маму мама была скажу вам огромного позитива огромного позитива никогда в своей жизни мы не увидели маму потерянной несчастной растерянной не знает что дел не когда всегда был у нее позитив при всех обстоятельствах которые слав складывались у нее в жизни обстоятельства жизни была очень у нее непростая судьба очень непростая но до никогда не под не потеряла это этот вот такой вот очень позитивный настрой к самой жизни просто к самой жизни она вот жизнь любила позитивная такая была очень вот хочу вам этого позитива док до конца мама была головой до конца там было разговаривать до последней минуты было разговаривать с кем она не не вышла из жизни с ней была она адекватно абсолютно на все реагировала можно было разговаривать там голова была в порядке в общем посылаю вам сильного вот такого вот пронести позитива не потеряться в жизни не сломаться в жизни не обозлиться ни в какой ситуации не обозлиться потому что ты потом останешься с этим злом история пойдет дальше на сцене поменяются лица мировые лидеры уйдут из из нашей а ты вот с этим обозленным только ты останешься вот это не прям не пустить злость не пустить страх к себе не пустить отчаяние не пустить разочарование ничего не пустить да есть определенная в жизни ситуация до пришла такая к тебе в жизнь ситуация я совсем с этим разберусь я всему но к себе близко я ничего с этим негативом не останусь не обозлиться ну не знаю вот такое какое-то видео получилось немножечко и про упражнения и немножечко про диету и немножечко какие-то какой-то личной истории просто встретилась с вами поддержать все кто сегодня нуждается кто сегодня находится в ситуации когда когда вот такая ситуация какая есть бесконечно вас всех уважаю никому претензий только к себе все а к себе какие претензии все что я могу я делаю все что от меня зависит чтобы к себе потом не было но если ты испугаешься если ты посадишь страх ты и этого ничего не сделаешь поэтому конечно желаю вам счастье счастье обнимаю вас ой один надену очки и и попрощаюсь с вами еще раз просто красивые очки все обнимаю вас